Дорогая Церковь И действенно, Господь. И мы просим, Боже, открой сегодня наши сердца, принять, Господь, то, что Ты приготовил для нас. То Слово Твое, которое произведет в нас веру, которое изменит нашу жизнь или какие-то отдельные сферы нашей жизни, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И в месяц отношений в нашей Церкви сегодня мы будем говорить, естественно, об отношениях и никак иначе. И больше сегодня моя проповедь будет направлена на то, чтобы говорить об отношениях в наших семьях, об отношениях с самыми близкими нами людьми, нам людьми. Но я верю, что эти принципы, о которых сегодня мы будем говорить, они не только будут касаться людей, которые сегодня живут в семьях. Они точно так могут нам послужить в построении отношений с людьми, которые не настолько нам близки, но с которыми наша жизнь соприкасается и никак иначе. Поэтому пусть Господь нас благословит. И тема моей проповеди сегодня называется так. С меня довольна. С меня довольна. Говорили вы когда-нибудь себе такое? С меня довольна. Но с меня довольна это не про то, что с меня довольна строить отношения. С меня довольна это про то, что довольна допускать что-то в своей жизни такое, что вредит нашим отношениям. Знаете, в медицине есть такой класс заболеваний, как аутоиммунное заболевание. Оно такое немного неизведанное, тяжело поддается лечению, потому что, знаете, никто не знает, откуда приходит и как уходит. Одно из самых таких распространенных заболеваний аутоиммунных – это псориаз. Ну, это так, просто нам для общей справки, да? Но суть этого заболевания заключается в том, что организм, единый организм, начинает атаковать сам себя. Начинает приносить себе вред, хотя должен делать совершенно другое. Другое – та функция основная, которая отвечает за здоровье, иммунитет, да, она начинает атаковать наши здоровые ткани и приносить вред. Знаете, когда я узнал об этом, я подумал, вау, а что-то ж подобное сегодня может происходить в наших семьях. Потому что Слово Божье говорит, в Бытие 2.24 написаны такие слова. «Потому оставит человека отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Когда двое становятся единым организмом, единым целым, они могут функционировать положительно и делать все для того, чтобы атмосфера в их семье, в их отношениях была здоровой, а могут делать обратное. Делать то, что будет отравлять атмосферу в отношениях и делать их невыносимыми. И сегодня я хотел бы поговорить об этих нарушениях, которые могут происходить в наших организмах, но в наших организмах под названием отношения, с самыми близкими людьми, в этом одном целом. И часто, к сожалению, эти нарушения можем допускать мы. Это очень важно. И мы сегодня попытаемся с ними частично разобраться. Поэтому пусть Господь нас благословит. И первое, о чем бы я хотел сказать, знаете, мне кажется, это вообще самое главное, что должно быть в отношениях с людьми, и без чего нереально построить благословенные и хорошие отношения с людьми, это без хороших и благословенных отношений с Господом Иисусом Христом. И первый пункт, о котором мы будем говорить, называется так. «Прибывайте в Господе». «Прибывайте в Господе». Когда я провожу венчание, я всегда молодоженам, когда мы венчаем их, я всегда практически, что бы я ни говорил им во время проповеди перед венчанием, я всегда опираюсь на этот текст, потому что я его считаю жизненно необходимым. Я говорю о том, что вы, Библия говорит, о том, что мы можем сочетаться в церкви только когда мы в Господе. Но очень важно и после сочетания, после венчания, после создания семьи оставаться в Господе. Это жизненно важно и необходимо для того, чтобы мы могли выстраивать хорошие благословенные отношения со своей супругой, со своим мужем, возможно, кто-то с родителями, возможно, кто-то с детьми. И чем ближе мы к Богу, чем мы больше познаем Иисуса Христа, чем мы больше пребываем в Нем, тем больше мы имеем в себе ресурса, который служит нам для того, чтобы наши отношения с близкими людьми были хорошими и здоровыми. У нас есть все необходимое благодаря отношениям с Иисусом Христом для того, чтобы строить полноценные отношения с людьми. И когда этих отношений нет, когда они уходят на задний план, а к большому сожалению, когда мы заводим семьи, когда мы строим более близкие отношения и начинаем в них жить, мы обрастаем дополнительными заботами, мы обрастаем дополнительной ответственностью, дополнительной нагрузкой. И нам может быть свойственно минимизировать, давайте скажем, нашу нагрузку, но не за счет каких-то обыденных дел, а за счет отношений с Господом. Мы можем, говорю из практики, не с потолка, вы думаете, в первую очередь, из личной практики, знаю свои слабости. Знаете, когда тебе хочется выспаться, потому что ты устал, а потом тебе идти на работу, а тебе время, ну как бы для молитвы мало, и ты это где-то можешь делать в машине, в попыхах, ну как бы, а это ж не то, вы же знаете, это не то. Это неполноценное провождение время с Господом. И нам свойственно, знаете, так вот заморачиваться, мы осуечиваемся и можем в самом драгоценном, в самом важном себя попускать. Давайте скажем, минимизируя это, оправдывая служением, домашней группой, проповедью в машине, проповедью в наушниках, я называю это бутербродами. Но на бутербродах долго не проживешь, потому что должен быть хлеб тот, который тебе в тайной комнате дает Господь Иисус. И это самое важное. И мы можем так ослаблять свои отношения с Богом. И часто иллюзия может наша состоять в том, что да все нормально. И мы, давайте скажем, можем перекладывать на близких нам людей ту ответственность, которая лежит на нас за наше счастье, ожидая, что эти люди рядом с нами сделают нас счастливыми по-настоящему. Хотя по-настоящему нас может сделать счастливыми только Господь Иисус. И Слово Божье говорит в Колоссянам, 1 глава, 19 стих, написаны такие слова. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала всякая полнота». Вы знаете, этот текст говорит нам очень важную истину, что в Иисусе Христе есть все необходимое, есть вся полнота того, в чем нуждается человек. И Иисус Христос дает гораздо большего, чем дает человек. Потому что человек может сделать частично нас счастливым. Да, в материальном плане нас человек может обеспечить. Да, где-то частично душевно мы можем быть тоже счастливы из-за хороших дружеских отношений в семье. Но чего не сделает человек, он никогда не заполнит тот духовный вакуум, который может заполнить только Дух Святой, который может заполнить только Иисус Христос. Вот то самое главное, благодаря чему мы можем быть счастливыми, не имея, может, даже близкого человека, может, даже семей не имея, может, еще чего-то не имея, материального достатка. Но когда у нас есть Бог, когда вот этот вакуум заполнен, на эта пустота отношениями с Богом, когда мы знаем, куда идем, когда мы знаем свое призвание, тогда мы благословен, тогда нам хорошо живется. И нам гораздо лучше строить отношения с людьми, потому что нам хорошо. Но в чем есть опасность? Опасность есть в том, что когда у нас внутри создается вот этот духовный вакуум в результате отсутствия отношений с Богом, вот это начинает в нас производить негативные процессы, которые очень часто отражаются на отношениях в наших семьях. Я сейчас покажу на примере Адама и Евы. Адам благословенный, имеет отношение с Господом, постоянно с Ним в общении, наполненный любовью от источника любви. И эту любовь некуда девать. И Бог видит его потребность, что его прям разрывает. Ему нужно дарить кому-то любовь свою, служить кому-то. И он создает Еву. Идеальная семья. Все хорошо. Пекут пирожки, разговаривают о горням, называют зверей, как хотят. Короче, развлечений хватает. Жизнь удалась. А потом, смотрите, что происходит. Это все, вот эта вся идиллия происходит в Божьем присутствии. Но смотрите, что потом происходит. Когда они согрешили, произошло то, что Адам отдалился от Бога, потому что грех разделяет человека и Бога. И суть не в том, по какой причине ты отдалишься от Бога. Или грех тебя отдалит, или ты сам отдалишься от Бога, ну, переставая приходить к Нему, не имеет значения. Но смотрите, что происходит. Адам, который имел с Евой идеальные отношения, начинает на Еву бузить. Говорит, Бог, ты мне ее дал. Она нехорошая. Подожди, так а что ты, Адам, раньше не видел, что она нехорошая? Скорее всего, не видел, потому что в нем был ресурс, который покрывал какие-то, возможно, недостатки. В нем было все необходимое для того, чтобы Еву любить, уважать, иметь хорошие благословенные отношения. Но вот эта пустота, отсутствие Бога в своей жизни, они произвели изменения, в первую очередь, в Адаме, который начал во всем обвинять Еву. А вы знаете, что нет ничего хужего, когда отношения в семье строятся на обвинениях, когда один обвиняет другого. Да ты виноват в моей жизни, да ты не такой, да ты не такой, да нет, это ты на себя посмотри, да нет, ты на себя посмотри. И постоянные конфликты, постоянные ссоры, постоянные проблемы. И это на самом деле ужасно. Смотрите, недавно я читал один текст, записанный в Иоанна, 14 глава, 8 стих, который очень сильно коснулся меня. Я думаю, даже Бог через... Не думаю, я уверен, что я тут петляю перед вами, что Бог обличал меня, знаете. Просто через этот текст я буду уже откровенно честным с вами. Смотрите, что написано. «Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца и довольна для нас». Вы знаете, этот текст, он показывает, как Филипп хотел увидеть Бога Отца, о котором просил, чтобы Иисус его показал. Вы знаете, этот стих описывает вообще процесс Богопознания в нашей жизни. То есть Филипп хотел увидеть Отца, он хотел, чтобы Иисус ему открыл его, так сказать, познать. Но смотрите, в чем один тут очень важный момент. После чего он говорит, «И этого довольно или хватит для нас». Вы знаете, когда я прочитал этот текст, я сильно задумался, а часто ли не устанавливаю я такой рубеж в моих отношениях с Господом, который является для меня ограничением, который не дает мне познавать моего Бога больше, чем я себе решил, чем я себе определил. И вот этот уровень познания Бога в нашей жизни, который мы с вами можем устанавливать на разных уровнях, может быть разный. А у кого-то вообще минимальный. Кто-то думает, «Да ладно, я проповеди слушаю». Кто-то думает, «Да ладно, я на домашнюю хожу». Кто-то думает, «Да ладно, я молюсь 15 минут, но из них всем пытаюсь проснуться». И такое бывает. А может быть, кто-то говорит, «Я час молюсь, и это классно, но если мы не выйдем за рамки определенные, мы и не получим большего». А Библия говорит, что Господь дает нам не мерой, не мерой. И я понял, что вот эти ограничения, они часто, которые мы устанавливаем для себя, являются для нас губительными и производят в нас вот эти нарушения, вот создают вот этот вакуум присутствия Божьего в нашей жизни, тех ресурсов, которые мы получаем через молитву и через общение с Ним. Вы знаете, я не буду ничего выдумывать, сегодня утром мы с супругой разговаривали, просто мы говорили об этом пункте. Говорю, скажи мне, что ты думаешь об этом? Она говорит, ты знаешь, Саша, я тебе скажу честно. Бывает такое, что и я не помолюсь. Ну, я-то знаю, может, вы не знали, что моя супруга бывает не помолится. Ну, все мы люди, но не без греха, ну, простите уже. И знаете, что она говорит? Я замечаю, я не могу со своим ребенком, с нашим сыном делать уроки. Ну, меня просто разрывает. Ну, мне хочется ну, что-то сделать с ним. Ну, понимаете? А когда она помолится, я выхожу так с кухни, знаете, и слышу, как она ему объясняет. И думаю, уже давно бы у меня тут бойня была. Я за себя понимаю, я бы не выдержал этого, ну, как можно такое выдержать? А Бог ей дает благодать это выдерживать. Понимаете? Дает ей тут. И она мне говорит, а я, ну, как бы я понимаю, что если я не помню, я буду срываться. Я буду не иметь терпения к каким-то вещам происходящим. А это прямо влияет на наши отношения друг с другом. Ну, зачем я нужен злым своей жене? Скажите, что я могу сделать хорошего? Да, абсолютно ничего. Кроме проблем, кроме конфликтов, ничего хорошего своей семье я не сделаю. Но когда Бог наполняет мое сердце, мне хочется что-то делать хорошее. Точно так хочется хорошее делать моей супруге. Знаете, хочется поубирать, хочется приготовить что-то, хочется на прогулку выйти, хочется слово хорошее сказать, в Макдональдс ездить, знаете? Ну, хочется. Ну, хочется хорошего. Но когда у тебя нет отношений с Богом, когда ты пустой, тебя злит все, тебя даже раздражает то, что есть хорошее в твоем близком человеке. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь нас помилует. Знаете, пусть Господь нас благословит. Давайте мы сегодня пересмотрим, пересмотрим, сделаем такой аудит наших отношений с Богом, наших отношений с близкими. И, возможно, у кого-то установлена вот эта планка под названием «Довольно». С меня 15 минут хватит, с меня 20 минут хватит. Давайте мы ее уберем. Давайте мы ее вообще уберем. Мы будем стремиться к нашему Богу, наполняться им и уходить тогда, когда мы будем чувствовать, что мы встретились с Богом, что мы наполнились, и мы имеем все необходимое, чтобы этому миру, начиная с моей семьи, явить свет, особенно, когда вокруг тьма. Пусть Бог нас благословит в этом. Второе, второй пункт моей проповеди называется так. Начни сокращать дистанцию. И слово сразу мы зачитаем, Бытие, 45 глава, 28 стих. Написаны такие слова. «И сказал Израиль, довольна сего для меня. Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Израиль, кто не знает, я думаю, знают большинство из нас. Это второе имя Якова, патриарха. И у Якова было 12 сыновей, 12 колен, мы знаем. И один из них был Иосиф, с которым у Якова были достаточно тесные и близкие отношения, скорее всего, которых не было с другими 11 сыновьями. И там произошел конфликт. Эти сыновья продали Иосифа в рабство, тем самым разлучив, разлучив отца и любимого сына. Знаете, когда я прочитал этот текст, я подумал, а неужели чего-то подобного не бывает в отношениях между нами и близкими нам людьми? Когда эти люди для нас являются ценностью какое-то время, а потом по какой-то причине, о причинах мы сейчас поговорим, но и суть-то даже не в причинах, расстояние или дистанция между этими людьми, самыми близкими, между нами, она увеличивается. Послушайте, в случае Иакова в их отношения ворвались третьи обстоятельства, независящие, по сути, ни от Иакова, и ни от Иосифа. Пришли просто братья, негодяи, которые сделали зло. Послушайте, сегодня в нашу страну пришла война, и она физически, физически разлучила некоторые семьи, а скажу больше, к сожалению, и не только физически. Но гораздо хуже, когда дистанция не измеряется в километрах, а когда дистанция увеличена несмотря на то, что люди живут в одной жилплощади, то, что они воспитывают одних и тех же детей, но их расстояние или дистанция между друг другом, она достаточно великая. Или знаете, как говорится, у нас холодок в отношениях. Холодок. Это хорошо, когда еще холодок, потому что когда мороз, особенно каждый, когда на морозе, это хуже некуда. И, к сожалению, такие отношения встречаются и в нашей жизни. Причины, еще раз говорю, могут быть разные. Это может быть третья сторона, которая разделила. Послушайте, а это может быть и что-то в нас. То, что мы делаем не совсем правильно по отношению к нашим близким людям, обижая их, оскорбляя их, возможно, унижая когда-то, пытаясь доказать что-то, возможно, не имея желания меняться, и тем самым те негативные качества, которые у нас есть, долгое время, они могут ранить наших близких людей, принося им дискомфорт и тем самым отдаляя их от нас. И смотрите, что происходит. Иосиф послал сыновей, я не буду вдаваться в подробности, это будет очень долго, Иосиф послал своих братьев после того, как они встретились, чтобы они могли пригласить отца к нему в Египет. И когда братья пришли, рассказали об этом Иосифу. Вы знаете, довольно старый человек в преклонных годах, который уже видел закат своей жизни, говорит такие слова. Довольно всего для меня. Пойду и увижу Иосифа, пока не умру. Вы знаете, вот этот текст, он говорит мне лично. Знаете, когда вот человека спрашивают, послушай, а если ты вот умрешь сейчас, вот, что бы ты сделал? Знаете? И тогда человек говорит, он обычно говорит, что он бы сделал что-то, нечто самое ценное, что для него является. И вы знаете, в этом тексте я вижу, что для Иакова являлось самым ценным это отношение со своим сыном. Как и отношение в наших семьях, с нашими женами, с нашими мужьями, с нашими родителями, с нашими детьми, являются очень большой ценностью, которой мы должны дорожить, потому что эти люди нам даны, если мы говорим о наших семьях, о наших женах и мужьях, чтобы с ними дойти до вечности. Иаков принимает решение, несмотря на то, что он бы мог оправдаться и сказать, послушайте, да я уже в возрасте, почему Иосиф ко мне не пришел? Да послушайте, а где тут почитание родителей? Почему я должен в старости лет собираться, идти к нему? Почему я это должен делать? Иаков так не говорит, хотя как бы преимущество на его стороне. Он просто принимает решение сократить дистанцию между собой и своим сыном. Дорогие братья и сестры, возможно, сегодня есть такая дистанция в наших отношениях. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог сказать себе «довольно», «довольно» этой дистанцией. Может быть, сегодня, знаете, мы не можем себе это сказать по одной простой причине, потому что мы себя оправдываем. А я не виноват. А что я должен сокращать дистанцию? Пусть он идет ко мне. Или она идет ко мне, просит прощения. Мы можем так ждать и не дождаться. Но Слово Божье говорит нам о том, что дистанция, которая есть между нами и самыми близкими нами людьми, это очень важно. И мы должны максимально делать все для того, чтобы сблизиться друг с другом. Даже если порой нам нужно чем-то пожертвовать. Вы знаете, недавно я имел беседу, ну как недавно, может, не совсем недавно, с одной сестрой. И кто проводит семейные консультации, я не знаю, наверное, у всех так, когда приходит один член семьи, да, ну, жаловаться на другого, он всегда начинает с того, что да я самый лучший, я самый классный, я самый-самый-самый, а вот он, это всегда так мне интересно? Наверное, всегда, да? Так вот, она пришла, и мы с ней беседовали, она начала рассказывать о том, что она с самого детства верующая, закончила одну теологическую семинарию, вторую, третью, она имеет все дипломы, которые только есть на планете Земля, теологические, она служитель в церкви, короче, я ее слушал, и знаете, я понял, что если бы наш Бог был не три единый, а четырех единый, четвертым бы лицом была она. железобетонная, вот она бы была бы там, в лике в этом. И когда она все это, все это рассказывала, я говорю, так, это я хорошо, я все понял, а муж? А муж дно. То есть, характеристика про себя развернутая, а про мужа всего три слова. Дно. Ну, понятное дело, она перечислила, почему он дно, ну, такое. Знаете, я ее слушал, я говорю, ну, послушай, ну, смотри, ну, с твоих слов он негодяй, ну, он грешник, он там где-то что-то у него не получается, ну, а ты, ну, ты сам уж совершенствовал. Смотри, что сделал Иисус, будучи таким духовным, как ты. Он с небес, смотрите, с небес, с небес, будучи в комфортных условиях, спустился на низ к грешникам, недостойным, ну, как твой муж, недостойный тебя. Спустился, чтобы им послужить, потому что любил их и понимал, что никак эти люди не изменятся, если он не сойдет с небес и не послужит им и не принесет себя в жертву. Я говорю, ты поняла, что тебе надо делать? Не поняла. На этом все и закончилось. Скажу вам честно, семья развалилась, к большому сожалению, потому что очень духовный персонаж, очень духовный, не соизволил сойти с небес. Ну, как минимум, не с тех, где Господь, а с третьего, там, где Павел прогуливался. А я вам расскажу другую историю. Я говорю жене своей, ну, хоть похвалю себя на проповеди, знаете, можно? У нас вообще отношения как бы интересные с супругой. Мы люди совершенно разные, из разных миров. И периодически всякое бывает. Знаете, где-то можно и, как недавно я услышал от одного пастыря поважного, он говорит, мы с женой не ссоримся, у нас есть недоразумение. У нас есть недоразумение. Вот, давайте я с кафедры скажу, что у нас есть недоразумение. Они бывают в нашей семье. И порой такие недоразумения бывают, что ты думаешь, ну, как так, ну, вот как, тебе хочется доказать какую-то правду, тебе хочется, знаете, там, сказать, кто виноват или еще что-то. Ну, то есть, ситуация, давайте скажем, конфликтная. Так вот, моя жена не даст соврать. Всегда я иду и прошу у нее прощения. Всегда. Неважно. Не виноват я. Виноват я. Для меня это не имеет значения. Я не хочу в своей семье выяснять, кто прав, кто виноват. Если мы начнем это выяснять, будет поножовщина. Она никому не нужна. Для меня мир, для меня мир в моей семье, в отношениях с моей супругой, он гораздо важнее, чем процесс выяснения отношений. И я уже, у меня как бы, ну, шкура толстая, с меня как с гуся с водой. Я пришел, попросил прощения, и у нас семья мир. А я вам скажу, знаете, когда она не права, что происходит? Проходит чуть-чуть времени. Она приходит, говорит, у нас все мирно-то, понятное дело. Все-таки я виновата была. Прости. Прощаю. Я же тебе говорил, что я прав был. Знаете, бывает и такое. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь нас благословит. Возможно, в наших отношениях сегодня есть разрыв. Я хочу, чтобы ты сказал себе, довольна. Я не хочу, чтобы я был далеко от моего супруга. Я не хочу, чтобы я был далеко от своей супруги. Я не хочу быть далеко от своих детей. Я не хочу быть далеко от своих родителей. Послушай, прими решение, даже если это будет стоить тебе каких-то сил. Если ты должен будешь пожертвовать чем-то, ничего страшного. Отношения гораздо важнее. И Иисус Христос, придя на эту землю, Он это доказал. Что нет ничего важнее. Он пришел сюда, чтобы сблизиться с нами, чтобы дать нам доступ к себе. И сегодня, благодаря Его бесценной жертве, мы имеем такое благословение. Быть в Божьем присутствии, быть спасенными, быть измененными. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И третье. И третье, последнее. Перестань приносить боль. Перестань приносить боль. Луки 22, 51. Читаем. И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Эта история рассказывает нам про то, как первосвященники пришли за Иисусом Христом. И помните, Петр достал шашку и начал махать ей и первосвященническому рабу отрубил ухо. И Иисус Христос сказал, что Петр, перестань. Не надо этого делать. И он взял и исцелил этого человека. Знаете, когда я читал этот текст, готовясь к проповеди, которую Бог положил мне на сердце, я понял, что подобные вещи происходят и в наших отношениях. Смотрите, что делает Петр. Петр не просто берет и причиняет человеку боль. Он защищает самое ценное, что у него есть. Это своего Господа Иисуса Христа. Он защищает против тех, кто пришел его забрать. Кто посягнул на Иисуса Христа, на его свободу. Тем самым Петр берет и приносит боль. Естественно, мы видим, что Иисус эту боль не одобряет. Знаете, подобное происходит и в наших отношениях. Когда близкие нам люди, как кажется, могут посягать, посягать на нас, на нашу свободу, возможно, на наш комфорт какой-то, на наш образ мышления, который не совпадает с образом мышления моей супруги, моего супруга. И многое-многое другое. И мы часто за то, что является для нас как бы святым, как это являлось для Петра жизнь Иисуса Христа, начинаем махать шашкой. У себя дома, у себя на кухне, у себя в зале, еще где-то, принося боль близким для нас людей. И когда я читал этот текст, я увидел, вы знаете, что с одной стороны на стороне Петра была правда. У него был железный аргумент защищать Иисуса Христа. Но вопрос возникал, а как ты это делаешь? Вы знаете, я понял такую же вещь, что когда мы правду в кавычках назовем ее, бы это была правда Петра, защищаем неправдой или отстаиваем какими-то агрессивными действиями, то это дуривнее неправду. Это то, что нашему Господу неприемлемо. Бог не хочет, чтобы мы в наших семьях, даже защищая самое святое, приносили боль нашим близким людям. Бог не хочет. Кто на клавишах, может, можно выйти, мы будем скоро молиться. Вы знаете, недавно моя супруга получила права на автомобиль. Это отдельная история, я не буду ее вам рассказывать. Когда-нибудь, возможно, расскажу. Единственное, что у нее было туговато, это вождение. Секундочку. было с вождением. С горем пополам она сдала вождение. Но, так сказать, чтобы вот по-честному, съезди в Киев, пожалуйста, а я дома посижу. Ну вот, да, я здесь. Я не знаю, чем бы меня надо было усыпить, чтобы я себя спокойно чувствовал. Я бы себе, наверное, думал, что она из Вишневого не выйдет. Поэтому я решился, знаете, чему я решился? Не, не курсы заказать для нее, научить самостоятельно. Я говорю Юре Цивилюку, я сделаю это. Юра говорит, да не, не выдумай. Говорит, закажи кого-то, пусть, не просто кого-то, пусть женщина приедет, инструктор, который имеет под... Я говорю, Юра, я с 12 лет машину вожу. Мне табуретку под сидушку подлаживали, чтоб я мог это. Ты че, я научу вообще без вопросов. Учил я ее недели полторы. Так как мы ругались с ней за эти полторы недели, мы не ругались за всю жизнь. Я за всю свою жизнь не кричал так, как я кричал за эти полторы недели. Столько практически смертельных инцидентов, которые окружали нас за эти полторы недели, не было за всю мою жизнь. Поверьте, даже очень сильно агрессивную. Через полторы недели я понял, что дело пахнет разводом. И мне нужно эту историю заканчивать. Потому что я лишусь жены, детей, меня снимут за служение, и все. Я потеряю все, что нарабатывалось долгими годами. Ну знаете, что самое печальное во всем этом? Мы сейчас смеемся, нам смешно, а моей жене все это время было больно. Ее боль причинял. Скажу честно, до слез. До слез. И помимо того, что ей причинял боль, эта боль еще оставила определенные последствия. У нее полностью отвернулось желание учиться ездить на автомобиле. Знаете, когда я это понял, мне так плохо стало. Естественно, я попросил у нее прощения. Но знаете, есть то, за что мы просим прощения, а возникает вопрос, а с моим прощением придет ли исцеление? Потому что не всегда такое может быть. Мне это легче стало, я как бы признал все, да, я попросил прощения. А что-то произошло с ее сердцем. Исцеление пришло. И смотрите, что делает Иисус. Иисус берет и исцеляет этого раба. Вы знаете, я понял такую штуку, что Бог очень хочет, чтобы мы были с вами исцелены. Исцелены физически, но исцелены душевно и духовно. И если в нашей жизни есть раны, которые причинили нам, Иисус сегодня их будет исцелять, потому что мы сейчас будем за это молиться. давайте мы встанем на наш иной. Очень коротко, я хотел бы просто, чтобы мы сделали вывод. Мы говорили сегодня о трех вещах. О том, что никогда в нашей жизни не должно быть слово «довольно» в наших отношениях с Иисусом Христом. Мы никогда не должны устанавливать планку. Но есть то, что разрушает наши отношения с людьми, и мы должны сказать себе «довольно». «Я больше не буду этого делать». Нам нужно сближаться с теми, возможно, кого мы отдалили от себя, или от кого отдалились мы, и сказать себе «довольно». Я буду делать все для того, чтобы пойти на сближение. И третье, если сегодня я приношу боль своим близким, послушай, скажи себе «довольно». Я больше не буду этого делать. Пойди, извинись, скажи, я буду стараться, я не буду приносить тебе боль, потому что это противно моему Господу Иисусу Христу. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Бог нас благословит строить благословенные и хорошие отношения. Мы сейчас будем иметь молитву, мы помолимся, чтобы Господь сегодня прикоснулся к нашим ранам, как Он прикоснулся к уху того раба, и оно исцелилось. Дорогой Иисус Христос, нет ничего сложнее на этой земле, Господь, чем выстраивать отношения с близкими людьми, Господь. Потому что как нигде в этих отношениях открывается наша природа, Господь, которую невозможно скрыть, которая очень часто греховная, колючая, надменная, Господь, приносящая боль нашим окружающим, нас, людей, близким, нас, людей, Господь. И мы сегодня просим, Господь, чтобы ты помог нам, Господь, чтобы этих нарушений в отношениях, о которых сегодня мы говорили, не было, Господь, чтобы мы могли их избежать. Благослови нас, Господь, приближаться к тебе, Иисус, наполняться Тобою, искать лица Твоего, Господь, и понимать, что от этого зависят отношения с нашими родными и близкими, Господь. То, насколько они будут крепкими и благословенными, Иисус. Я прошу, благослови нас, сближаться с теми, кто отдалился от нас или от кого мы отдалились, а Боже. А самое большее, прошу, Господь, помоги нам не причинять боль другим, Господь, осознать это, принять твердое решение и сказать себе, довольна, потому что тебе это неприемлемо, Господь. И мы сегодня молим и просим, Господь, за каждого, кто ранен душевно, кто ранен физически, возможно, кто ранен духовно отношениями с близкими людьми, Иисус, я прошу, пожалуйста, протяни свою руку, Господь, и прикоснись к каждому, кто сегодня обращается к тебе. Уврачуй всякие раны, Господь, заживи всякие шрамы, Господь, которые есть следствием каких-то неверных отношений, есть следствием боли, Господь, которая была причинена когда-нибудь по каким-то причинам, Господь. А также сегодня, Иисус, я прошу, Господь, уврачуй тех, кому, возможно, мы приносили боль, Господь. Пожалуйста, Иисус, мы, наверное, были где-то неправы, Господь, мы, наверное, где-то были, ну, не совсем корректны, или еще куда хуже, Господь, оступались и причиняли боль сознательно. Я прошу, уврачуй наших родных, Господь, пусть придет мир, Господь, пусть, Боже, придет исцеление, Господь, во имя Иисуса Христа, в наши отношения, Боже, по благодати Твоей. Спасибо Тебе, наш Бог. Мы молились с верою, во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте воздадим славу нашему Богу. Аминь.